Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накцин. Опросы общественного мнения относительно недавнего изобретения. Они стали признаны способом определения подлинных настроений общества, но, по иронии судьбы, приобрели популярность и влияние после серии крупных ошибок социологов. Историк Джин Конверс, автор книги «Опросы в Соединенных Штатах. Корни и возникновения» указывает, что первый национальный опрос в Соединенных Штатах провел популярный журнал «Литературное обозрение» в 1916 году. В позиции сегодняшнего дня технология опроса была довольно примитивной и абсолютно ненаучной. Журнал стремился увеличить количество своих подписчиков, для этого он рассылал открытки, содержавшие следующую информацию. На одной стороне печатался бланк подписки на журнал, а на другой – вопрос. В историческом 1916 году вопрос звучал так. Кто станет следующим президентом Соединенных Штатов? Вудро Вилсон, Чарльз Хьюз или Аллен Бенсон? Были перечислены имена трех главных претендентов на Белый дом, напротив фамилии предполагаем победителя, следует поставить крестик или галочку. Получатель открытки мог бесплатно отослать ее обратно в журнал. Журналы этого эксперимента были поразительными. Журнал получил несколько тысяч новых подписчиков и десятки тысяч ответов на заданный вопрос. Журналисты предположили, что человек выскажется в пользу политика, за которую проголосует сам. На основании этого заключения литературное обозрение пришло к выводу, что следующим президентом Соединенных Штатов станет Вудро Вилсон, что и произошло в действительности. Этот эксперимент произвел большое впечатление. С тех пор опросы прочно вошли в американскую жизнь. Об одном из таких последних опросов Галлопа мы с вами сегодня и поговорим. Начну я с фрагмента речи Джо Байдена «State of the Union», посвященном Украине. Я выступал в этой палате год назад, когда Владимир Путин начал так называемую спецоперацию в Украине. Это было кровожадное наступление, живо напомнившее жертвы разрушения в Европе в годы Второй мировой войны. Путинская операция стала испытанием века, испытанием для Америки, испытанием для мира. Выступим ли мы в защиту основополагающих принципов? Выступим ли мы в защиту суверенитета? Выступим ли мы в защиту права человека или свободной жизнью? Свободной тирании? Выступим ли мы в защиту демократии? Такая защита много значит для нас, потому что она помогает сохранить мир и не дает агрессору поставить под угрозу нашу безопасность и благополучие. Прошел год, и теперь мы знаем ответы на эти вопросы. Да, мы выступили. Вместе сделали так, что Америка всегда делает наилучшим образом. Мы повели за собой. Мы сплотили НАТО и сформировали всемирную коалицию. Мы выступили против действий Путина. Мы выступили на стороне украинского народа. Сегодня здесь снова присутствует посол Украины в Соединенных Штатах. Она представляет не только свою страну, но и мужество своего народа. Госпожа посол, Америка едина в своей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно. Итак, Джо Байден произнес самой высокой американской трибуны, что поддержка Украины обеспечена столько, сколько нужно. А как это соотносится с настроением в американском обществе и в нашем политическом классе? Почти через год после начала российского вторжения в Украину подавляющее большинство американцев продолжают выступать за оказание всевозможной помощи украине во борьбе за возвращение захваченной России украинской территории, даже если это приведет к затяжной войне. Об этом свидетельство результаты опроса проведено Институтом Гэллопа с 3 по 22 января этого года. Кстати, вскоре после этого опроса Байден объявил о предоставлении танков Ибромс Украине. В то время, как 65% опрошенных высказали за полную поддержку Украины, 31% считает, что Соединенные Штаты должны предпринять усилия для скорейшего завершения войны, даже если это означает сохранение под контролем России части захваченных территорий. Эти результаты практически идентичны результатам опроса, проведенного полгода назад. Наиболее высокий уровень поддержки, 81% среди демократов, хотя за продолжение помощи Украине выступает и заметное большинство республиканцев, 53%, и независимых, 59%. После нападения России на Украину объем американской военной помощи Киеву составил 27 миллиардов долларов, в десятки миллиардов были выделены экономическую и монетарную помощь, 39% опрошенных назвали это адекватным уровнем поддержки, 30% высказались за увеличение помощи, и только 28% считают, что она чрезмерна. Почти половина республиканцев, 47%, считает, что Соединенные Штаты делают слишком много, в то время как 48% демократов считают, что участие Америки вполне оправдано. Большинство остальных демократов, 41%, говорят, что Соединенные Штаты делают даже недостаточно, нужно намного больше. Независимых поровну разделили на два лагеря, по 35% в каждом. И не говорят, что Соединенные Штаты делают слишком много и в нужном объеме. Демократы, чаще чем независимые республиканцы, еще считают, что Соединенные Штаты делают недостаточно. Об устойчивой поддержке Украины американцами свидетельствует опроса, приведен по заказу телекомпании Fox News. 51% опрошенных считает, что Украина одержит верх в войне с Россией, 64% выступает за продолжение поставок вооружений Киеву и 63% за продолжение финансовой помощи Украине. Как мы убедились, поддержка американского народа Украины отнюдь не уменьшилась, как это зачастую сообщают недоброжелатели или прямые агенты Москвы. Эта поддержка устойчива и, судя по всему, таковой и останется в ближайшем будущем. На фоне этого 11 трампистов в Палате представителей 9 февраля выставлено рассмотрение, как они написали, резолюцию усталости от Украины, которая призывает к полному прекращению военной и финансовой помощи. «Мы должны приостановить всю иностранную помощь для войны в Украине и потребовать, чтобы все комбатанты в этом конфликте немедленно достигли мирного соглашения», сказал главный спонсор резолюции Мэтт Гейтс. Можно сказать, что это пробный камень. Посмотреть на реакцию в Конгрессе и попытаться повлиять на избирателей. Наиболее интересной будет реакция спикера и отсутствие реакции тоже. И вот здесь, на мой взгляд, мы видим ситуацию, которая возникала в Соединенных Штатах, но, в общем-то, всегда на каких-то решающих перекрестках, исторических перекрестках. И если мы вспомним относительно недалекие события, события Вьетнамской войны, то война эта была проиграна Соединенными Штатами не на поле боя во Вьетнаме. Я напомню, я об этом говорил неоднократно, что вооруженные силы Соединенных Штатов не проиграли ни одной битвы на поле боя, в отличие от французской армии, которая действительно потерпела серьезнейшее поражение от войск Вьетнама при Дьен Бьен Фу. А вот американцы и ни разу потерпели ни одного поражения. Наоборот, неоднократно наносили серьезнейшее поражение армии Северного Вьетнама и Вьетконгу. И тем не менее, мы эту войну тогда проиграли. Почему? Потому что мы проиграли дома, в Соединенных Штатах, когда значительная часть американского общества выступила против этой войны. Выступила в силу различных причин. Мы об этом говорили неоднократно, но самое главное, что значительная часть американского общества не поверила в цели этой войны, не поверила в то, что Соединенные Штаты защищают на рисовых полях Вьетнама право на свободу и независимость для этого народа, который на юге решил выбрать демократический путь развития, в отличие от северной части Вьетнама, который пошел по коммунистическому пути. И вот тогда, когда правительству Соединенных Штатов, политическому классу Соединенных Штатов не удалось убедить американское общество, что эта война справедливая, что мы там защищаем правое дело, вот тогда, когда победили левые агитаторы, которые говорили о том, что эта война несправедливая, что мы угнетаем вьетнамский народ и прочее, прочее, вот тогда мы эту войну и проиграли. И поэтому критически важно для нашей администрации, не только для нашей администрации, а, в общем-то, и для дела мира в целом, чтобы поддержка американского народа, наших усилий по помощи Украине в этом справедливом деле была постоянной. И вот эти полгода, полгода между одним опросом ГЭЛОПа и между другим опросом Института ГЭЛОПа говорят о том, что поддержка остается ровно на таком же уровне. Почему это произошло? Почему, невзирая на атаки со стороны либо прямой агентуры Кремля, либо тех людей, которые, в общем-то, плохо разбираются в мировой политике, или банальных изоляционистов, которых сейчас развелось тоже предостаточно, почему же поддержка, усилия американского правительства по поддержке Украины продолжается, остается на том же достаточно высоком уровне? Я думаю, что ответ здесь одновременно и прост и сложен. Это информация, которая поступает каждый день с полей боя Украины, и не только с полей боя. Когда американцы на своих экранах видят разрушенные украинские города, когда они видят искалеченных детей, когда они видят беженцев, которые покидают эту страну, а беженцы – это женщины и дети, мужчины взяли в руки оружие, чтобы защитить свою страну, вот тогда американцы и понимают, что мы должны помочь Украине, помочь выставить, потому что она сражается за свое право жить в своем доме так, как она считает нужным. Подчеркиваю, в своем доме, не претендуя ни на один сантиметр чужой земли. И есть еще один важный момент. Кроме того, что американцы по своей сути народ добрый и щедрый, и мы с вами это хорошо знаем, многие это испытали на своем жизненном опыте, еще один очень важный момент. Во Вьетнаме сражалась американская армия. Подчеркиваю, тогда армия была призывной. И тогда многие семьи, чьи дети были забраны для того, чтобы воевать во Вьетнаме, считали, что судьба их сына не должна быть связана с судьбой вьетнамского народа, что у него есть какие-то свои намного более важные цели и задачи в этой жизни – учиться в колледже, создать семью, ну и так далее, и так далее. Поэтому волнение, тревога за судьбы своих детей, братьев, мужей, она тогда подтолкнула американцев к тому, чтобы выступить с протестами против этой войны и требовать ее немедленного прекращения, что означало, и немедленного возвращения своих близких с полей боя домой в Соединенные Штаты. Нынешняя поддержка Соединенными Штатами этой войны носит безличностный характер. Безличности в том, что ни один американец не сражается на поле боя в Украине. Ни один американец даже не присутствует в качестве инструктора в Украине. И вся подготовка новой украинской армии ведется за пределами Украины. Либо в Германии, либо в Польше, либо в Великобритании, либо в Соединенных Штатах. Но американцы, как и другие инструкторы стран НАТО, не готовят украинскую армию в самой Украине. То есть, вот этот элемент, который, наверное, во многом и обусловил потерю поддержки американским народом в Вьетнамской войне, он сейчас выключен. Кстати, если вы обратили внимание, что Байден неоднократно говорил о том, что нога американского солдата не будет в Украине. И он хорошо помнил именно уроки Вьетнамской войны. Американцы начинают менять свое отношение к войне в тот момент, когда сами американцы, чьи-то дети, чьи-то братья, чьи-то мужи, оказываются как раз на передовой, на поле боя. И поэтому американцы отказались вначале от единодушной поддержки нашей войны в Иракии, нашей афганской войне, в силу одной самой главной причины. Потому что мы не считали, американский народ не считал, что наши дети, мужья и братья должны сражаться за непонятное тогда для нас дело. И если мы себе зададим вопрос, почему так часто Джо Байден говорит именно об этом, только потому, что он очень хорошо помнит, каким образом поддержка американского народа уходила в тот момент, когда начинали приходить сообщения о гибели американцев на полях сражений, каких-то очень далеких от нас войн. То есть, если нынешний курс, который предложила американская администрация американскому народу, мы помогаем материально, мы помогаем финансово этой стране, мы помогаем оружием, мы помогаем всячески, но мы не посылаем своих детей, своих мужей, своих братьев туда, то это означает, что эта поддержка может сохраняться. При условии, при очень важном условии, что сейчас в измененном составе Конгресса, в 118-м Конгрессе, как мы с вами знаем, большинство республиканцев, что там тоже сохранится поддержка тех усилий, которые американская администрация прилагала с первых дней этой войны. И среди республиканцев мы с вами видим, есть, ну скажем, три очень значительных фракции, заметных по размеру, по отношению к этой войне. Самая громкая фракция, она относительно невелика по размеру. Это как раз фракция, мага, фракция трампистов, которые очень заметны, они громогласны, они стараются использовать любую площадку, любую трибуну для того, чтобы объявить о том, что Украина не должна получать ни цент американской помощи, как это высказался вне выборов сын Дональда Трампа, Дональд Трамп Джуниор. Они заметны, они устроили очень сложный процесс голосования, выбора спикера для Кевина Маккарти. Мы это тоже с вами помним. Но менее заметны и менее на виду те, кто остается сейчас в некой информационной тени. Те республиканцы, которые готовы продолжать поддерживать Украину, ровно так же, как и демократы. И я, в общем-то, не сомневаюсь в том, что сложившаяся двухпартийная коалиция поддержки Украины, она сохранится, невзирая на все те крики, которые издают и противники этой поддержки, и на все те резолюции, которые они предлагают. И тут по-прежнему самым главным условием сохранения этой поддержки являются настроения американского общества. Если американское общество сохранится в уровень поддержки, если сохранится тот импульс, который был получен тогда, вот в первые дни этой страшной войны, тогда я думаю, что поддержка американской администрации, которая будет опираться на настроение в обществе, она тоже сохранится, а может быть не просто сохранится, а будет расширяться и будет усиливаться, в чем сейчас так остро нуждается Украина. Я смотрю на часы, дорогие друзья, подходит уже время завершения первой части этой программы, подходит время нашего перерыва. Собирайтесь с мыслями, встретимся с вами уже после перерыва.